Здравствуйте, уважаемые авторы, уважаемые гости! У нас сегодня творческая встреча с авторами выставки преподавателей художественных школ Харькова и Харьковской области «Черильная пензель» или «Волчебная пензель». К сожалению, все авторы не смогли к нам сегодня присоединиться, но я благодарна очень художникам, которые смогли сегодня прийти. Это представители четырех школ Александрова Ирина, лицея искусства, межсотер 33, Кучмасова Наталья, детская областная школа, Ирина Левченко номер 2, Думур Харитон, Шугай Алифтина, школа Дунаевского номер 5. Вообще, в принципе, у нас в этом проекте участвовало 8 школ. Помимо школ, которые я перечислила, еще участвовала Первомайская школа, Школа народного искусства Будды, Школа, если не ошибаюсь, Чугуевская имени Репина и Детская музыкальная школа имени Римского Корсакова. Там тоже есть художественное отделение и работы авторов представлены. Художников, которые не смогли сегодня к нам присоединиться, работают. Мы посмотрим после общения с авторами, которые, я безумно за это благодарна, смогли к нам сегодня присоединиться заочно. Но, еще раз напоминаю, формат нашей встречи – это диалог, поэтому если у вас какие-то будут возникать вопросы к нашим авторам или друг к другу, то, конечно же, задавайте, спрашивайте, так, конечно, буду я вам доливать вас своими вопросами. Но вначале я предлагаю посмотреть видео с открытия выставки, которая состоялась у нас неделю назад. Буквально две минутки вспомнить, как оно было, вернуться в эту атмосферу. А сейчас я хочу все-таки перейти уже на… Нет, еще пока не перейти. Пока хочу вручить сертификаты об участии, которые нам передал художественный музей. И непосредственно нашего центра, к сожалению, нашего центра не смогу сегодня всем вручить, но как образец, Ирина Юрьевна, я вас хочу поблагодарить за участие. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. Наталья Викторовна, передал художественный музей. Благодарю от нас, когда выделили в аритуре, прошло. Анастасия Рыбакова подойдет немного позже. И аналогично, когда мы калитонно, Альфтина передам вам сертификаты. Хорошо. Именно лично. Ну а сейчас я хочу начать с вас разговор, если позволите. Я знаю, что, в принципе, не скоро мы можем продолжить, потому что минут 10, я думаю, мы пообщаемся. Я хочу приоткрыть небольшой секрет. Ирина лично является моим преподавателем. Я считаю ее своей творческой мамой, потому что, если бы не вы, я бы уверена, что всего бы в моей жизни этого не было однозначно. И чувство вкуса, даже философские какие-то мировоззрения, все это вы. Это однозначно. И я знаю, что так много, как вы мне дали, наверное, в творческом плане, никто мне не дал других моих преподавателей. Ну, хотя бы из-за количества времени вместе с вами проведенного. Ну и по многим-многим другим причинам. Потому что я знаю, что вы рисовали всю жизнь, и я ввел из такой вот каталог. Не так давно вы начали свои персоналки. К сожалению, не у нас. Мы еще не проводили наши персональные выставки, но я надеюсь, что все это в будущем. Да, я очень на это надеюсь. Вы работаете акварелью. Это в основном пейзажи, но и портреты. Причем удивительно интересные портреты. Сейчас я тоже хотела их показать. Вот, например, Алексей и муж Малок. Вот такая вот работа чудесная. Вот, например, отец Динадия Рахманника. То есть я бы вот хотела вам задать вопрос. Чем вы все-таки оперируете в воспитании детей? В первую очередь внутренний мир или все-таки визуальный? Или это неопъемливает вы счастье? Ну, во-первых, визуальный, конечно. Потому что мы же видим все вокруг. А потом это уже перерабатывает. А потом это уже становится внутренним миром. И вот то, как мы видим, посредством чего мы этот мир воспринимаем, как мы его воспринимаем. Потом откладывается в душе. Как откладывается? У кого? Первое, это, конечно, визуальный мир. И, например, я обзвучил. На выставке представлено две ваши работы. Это портрет и пейзаж. Портрет внучки. И, между прочим, сходство невероятное, на мой взгляд. Очень чудесно. Углем, да, это сделано. И акварель, пейзаж. А где пейзаж? Наша, да, Эли? Это варокка. Ага. Варокка, тоже акварелька. Как, на ваш взгляд, легче всего достучаться до ребенка? Или это тоже индивидуально от ребенка зависит? Такой переход работы, а потом вдруг ребенка. Да нет, есть, наверное, как у каждого актера есть какие-то приемы свои. Да, мы его узнаем по приемам. У каждого учителя же есть какие-то приемы, как-то стучаться. Кто-то там больше кричит, кто-то больше пряник. Кто-то, ну, какие-то приемы свои, конечно, есть. Лучший прием, это, конечно, показ. Вот так, на мой взгляд. Когда показывают, что ты умеешь, а они нет. А вот будут работать и научатся. Это лучший прием. Чтобы они видели, что это возможно. Все возможно. Иногда, ну, особенно там дети 12-12 лет, они уже теряют такую непосредственность, да, и кажется, что я уже ничего не умею. А вот когда там я научусь, еще научусь я не скоро. Вот это прием, когда ты показываешь, он понимает, что это возможно. И делает, пусть следует за твоими рекомендациями, еще и показ. Тогда все получается. Тогда мы уверены в себе. Что для ребенка сложнее, для маленького художника, давайте так назовем. Есть ли вообще разница в техниках, в жанрах, может быть? Что сложнее? Увидеть, перерисовать форму или придумать? Или это так же индивидуально? Насколько тяжело маленького художника, ну, не заставить, а предложить фантазировать? Или же наоборот надо останавливать? Вот, расскажите немножко. Да, конечно, это индивидуально. Вообще по-разному. Кому-то проще нафантазировать и нарисовать, нарисовать там 50 разных каких-то сюжетов, а кому-то проще что-нибудь одно нарисовать там, потому что он не может просто придумать больше. Это, конечно, интеллектуально. Но прежде всего мне, на мой взгляд, когда маленькие дети, их нужно учить фантазировать. Когда они становятся взрослые после 10 лет, их нужно учить форму. Чтобы фантазия, форма потом наложилась на фантазию, все прекрасно. Все получилось. Благодарю. Если бы у вас сейчас появилась машина времени, и вы могли бы вернуться на энное количество лет назад и выбрать любую другую профессию, которую вы могли выбрать. Вы бы выбрали другую профессию, если да, кто-то когда-то будет? Как же с ней никогда? Нет. Нет. Ну, просто в то время, в Советское, когда я закончила институт, не было просто другой возможности, потому что я в издательстве несколько лет там поработала и поняла, что это вообще никуда не годится. И то, что те книги, которые издавали в 80-е годы, это была какая-то сплошная сирость и грусть и тоска, 50 лет КПСС или что-нибудь такое. Поэтому оставалось просто для деятельности собственной и почти творческой в школе такая возможность работать. А сейчас? Я знаю, что очень много лицеи искусств, ну, вы непосредственно участвуют в различных конкурсах международных. Это ваша инициатива? Или же как вообще это происходит? Расскажите немножко про это. Про международные? Да. Сейчас это все просто, потому что к нам в школу приходят приглашения или лично там на электронную почту, и мы в них участвуем. Когда это все начиналось, это было намного сложнее, потому что мы звонили, писали, и каким-то образом там, и кто-то был в Киеве, мы ходили просто по амбассадам, просто ходили и узнавали, есть ли в этой стране какие-то детские конкурсы, какие-то возможности там поучаствовать и так далее. Вот с этого начиналось. Первые конкурсы мы участвовали, по-моему, в Румынии, потом с вакансией. Так они постепенно расширились, сейчас с этим нет проблем. Выбирают интернет, смотрят, конечно, на русские конкурсы, выбирают, куда вы хотите послать работы. Отлично так и со взрослым конкурсом сейчас. Ну, понятно. Благодарю. Расскажите, Румыния, или подскажите, на какой страничке открыть, или я буду просто открывать, а вы немножко прокомментируйте, хорошо? Если... Да, давайте, да. Вот, знаете, так получилось, что... Сейчас, я не знаю, будет ли видна вот эта нижняя картинка, да? Вот так получилось, что выставка я сделала в галерее, но в эту галерею такой сложный доступ, в эту галерею сложный доступ, потому что они работают только в рабочее время. А в рабочее время не все люди могут, особенно там я, допустим, прикидь и с кем-то встретиться, это было, ну, просто невозможно. И у меня есть друзья, которые, ну, захотели прийти, такой достаточно большой группой, там было человек 15. И для того, чтобы я что-то смогла им рассказать, мы такую конференцию сделали, конференцию я им по телефону просто рассказывала. Вот был вопрос вот по такой картинке, вот по вот этому рисунку. Ну, вот как и все рисунки, немножко расскажу, как и все рисунки, это какие-то, ну, вот спрашивали, вы с натуры рисовали или из фотографии, или вот как эта мысль пришла. Вот почти все рисунки, оно же приходит не мыслью, оно приходит какими-то чувствами. Вот этот рисунок я ездила к мужу на родину и возвращалась обратно, и вот это было осенью глубокой, 28 или 29 октября, октября, когда это уже были там золотые деревья, но они еще не упали, и везде листья, это был автобус из Кировограда, это была грязь там по колено, но почему-то было солнце, и деревья были желтые, и вот оно все так прекрасно. И когда я уже приехала домой, я поняла, что оно так красиво и так тоскливо, и так невыносимо пронзительно, что это нужно нарисовать. Я там села и какие-то, ну, как-то я повспоминала, и по памяти нарисовала вот такую картинку. Вот эта картинка тоже по памяти. Это мы были с детьми в Португалии, вот на пленэре, где мы посылаем детские работы, там мы выигрываем эти конкурсы, и нас потом приглашали с детьми на пленэр. Ну, поскольку там было три ребенка, и мне абсолютно некогда было там что-то самой рисовать, мне нужно было их трех посадить, потом трех пройти по композиции, потом пройти по рисунку, потом пройти по живописи, и там, ну, времени фактически нет. Ну, потом приезжаешь домой, и как-то это все вспоминается, и нарисовалась такая картинка сама по себе просто потом. То есть вспоминается вот там солнечный день, какие были там белые стены, какие были синие тени. И это совсем не так, как у нас, потому что это в Крыму так бывают, белые стены, да, здесь же этого не бывает, это бывает серое все, или кирпичное, или еще какое-нибудь. И все оно так. Вот эта картинка тоже тут, да. Но рисунок этот мне пришлось там, ну, не пришлось, я там сделала, но не успела его покрасить. Такая, такая картинка. Спасибо большое. Что ж, такой каталог есть у нас в галерее, и если кого-то заинтересует, мы сможем показать более подробно. Спасибо вам большое. А я предлагаю перейти к нашему следующему автору. Шугай Алифтина, молодой преподаватель детско-подростной школы номер 5, Ирина Дулоевская. На выставке представлена, расскажите немножко о работах, которые представлены на этой выставке. Где он находится? В самом начале, сразу возле входа, справа. А, это ваш. Натюрморт чудесный, натюрморт академический, чуть выше, над фразой. То есть мы его практически сделали... Немножко с оказаниями все доставили. Ну, дело не только в этом, да. Он, к сожалению, нам немножко позже пришел, но он и, в принципе, олицетворяет, на мой взгляд, часть академической школы Харьковской. И, в принципе, натюрморты, как их вот рисуют в академическом стиле, скажем так, в школе. В принципе, я считаю, что это очень хороший представитель. Я сейчас начну включать вашу презентацию. Можно в вашу? А кто ваш учитель? Кого вы считаете живописцем своим учительным? Ну, изначально, я немножко позже хотела сказать, приявил, собственно, желание или снять, это был самодеятельный художник Закуренко Игоревеневич. Он ученик таких художников, как Судаков, Чернов, Лунев. А в дальнейшем это студенческие годы. Это Азаркина Ирина Анатольевна. Собственно, у нее живопись училась. Я знаю, немножко в презентации там работы уже мои, то есть у института, такие вот. Кому-то на подарок. А эту работу подавали? Это студенческая работа. Вот именно под влиянием Азаркина. Здесь тоже представлено немножко в очень хорошем качестве. Если можно, я бы хотела у вас тоже расскажите немножко про свою творческую, свой творческий путь. Сколько лет вы уже работаете в школе? Какого возраста детки у вас? Что вы преподаете? Нравится ли работать? Ну, для начала. Да. Ну, я, можно сказать, действительно начинающий педагог. Хотя уже опыт 5 лет вместе с декретным выпуском. училась перед высшим учебным заведением изначально студии, где был моим непосредственным руководителем, это, я уже говорила, Закуренко Игорьевич. Мы с ним дружили до последних дней его жизни. Дальше я после студии под его руководством поступила в школу искусств, которая сегодня называется детская школа искусств имени Дунаевского. То есть получила свидетельство по зашкольным образованиям. Вступила в Национальный педагогический университет. Получила там образование. После института сразу пошла работать в ту же школу, которую заканчивала. Успела два года поработать, поэтому появилась маленькая прелесть. И вот уже после декрета снова вышла на работу. Хотелось бы немножко больше посвящать себя. в творческой деятельности. Вот действительно, когда Вы находите время с наличием работы? Практически больше на работе. Практически, да, постараюсь и в процессе учебном вместе с детками, то есть и своим примером каким-то показывать, и сама какие-то зарисовки делаю. Потому что дома пока ты не учишь. Это неоправдание. Вы любите свою работу? Очень. Тем более сейчас у меня ученики, это в основном самые младшие, в четырех лет. А там не старше? 15 лет. Вот с ними я работаю. Маленький командир. Мама сейчас рассказывает о себе, поэтому давай послушаем маму. Со старшими детками, да, я работаю с такими предметами, как рисунок, живопись. Там я, конечно, стараюсь вспоминать свежие мысли, все воспоминания, это вот именно институт. Это то, что мне дали преподаватели из института. Хотя в то же время я понимаю, что я еще очень многого не знаю, очень многого не успела. Ну, я надеюсь, это даже такой толчок, будет эта выставка в колонке дальнейшего развития. Все-таки есть к чему стремиться однозначно. Я предлагаю посмотреть немножко Ваши работы. Расскажите, пожалуйста, вкратце, пока. Ну, вот, это пейзаж. Да, немножко качество не очень хорошее. Это дипломная работа. Мама, что это такое? Боевое. Дипломная работа. Какое оно, Боевое? Это медуза? Нет, не медуза. Ну, что это? Это много уже было. Дикорет такой, да, тоже? Это уже, да, это самостоятельная немножко, на подарок работа. Работик. У разных, да, техник, маленькие тюди. Работаете маслом только или? Нет, нет, нет. Студенческая работа. Немножко. Тогда давайте вот немножечко еще расскажите о дипломе. Тема. Сколько Вы ее во времени писали? Сейчас даже с 3 дня и срезать, если у нас около 2 месяцев со всей подготовкой с написанием предварительных атитудов, поисков, всевозможных вариаций. Работа размером, если не ошибаюсь, была где-то метр на 70, примерно, да, я уже точно не скажу. Ну, однозначно выбор у меня упал, там, можно было выбирать различные вообще предметы, техники, вот, ну, это была живопись только. Сейчас пишите что-нибудь? Стараюсь, но честно скажу, в основном это по требованию, либо на подарок, либо по какой-то необходимости для себя. Ну, я вам желаю, чтобы у вас было время писать для себя, потому что, мне кажется, для художника это очень важно. Благодарю вас за участие в этой выставке, надеюсь на будущее сотрудничество и в других проектах. А сейчас есть, может быть, вопросы к нашим художницам? Тогда я предлагаю перейти к Наталье Кучмасовой. Наталья, моя преподаватель, еще раз повторюсь, детской художественной школы номер 2 имени Левченко. Я сейчас включу презентацию. Расскажите немножко о себе, о своей творческой биографии, о том, как вы пришли в школу Левченко, что вы там преподаете, какого возраста Левченко. Начну с того, что я тоже закончила эту школу очень давно. Она еще была не Левченко, а просто была в Харькове две художественные школы. Это Ревченко и номер 2 выставка, так как я там живу. Я закончила эту школу, поступила после школы в художественное училище на Шарьковской, а потом закончила худограф от университета. И уже года 22 занимаюсь педагогической деятельностью. Что ли номер 2 работаю, вот эта судьба свела меня снова в то учебное заведение, которое я закончила в детстве. Было приятно все это увидеть, вспомнить. Тем более, даже сейчас, когда я ставлю натюрморты детям, метод фонд еще старый, еще тех времен. То есть, настолько в детство, в этом воспоминания детстве. Значит, ну, как я попала, я работала в Центре творчества Коминтерновского района там 11 лет, здесь теперь 11 лет. Ну, здесь мой трудовой путь, как говорится, с детьми. Вы подойдите живописи, рисунок? Да, рисунок, живопись, композицию. Ну, вот иногда батик, хотя я вот так как бы специалист, но, в общем-то, да. Как вот основные столпы, которые, Вы считаете, нужно детям дать? Можете их назвать? Я тебе скажу, основные столпы, по-моему, в Харьковском художественном училище заложены были. Ну, единственное, сейчас, видите, как бы, если раньше деток мы обучались с 9, с 10 лет, то сейчас все моложе и моложе, младше и младше, то есть с 6-летнего возраста. Но, ну, вот, 6-летний, 7-летний, ну, конечно, там творческое мышление развивать надо. То есть, это основы композиционного размещения всего. Олет с 9, с 10 уже, как указывает наша программа, мы уже должны приходить к объему, то есть, уже там конструктивное построение, все сразу вспоминается, чем мы учили конкретно меня, все это я пытаюсь детям дать. Я бы хотела сейчас показать работы. У меня, к сожалению, папочка работы у меня школы Левченко общая, поэтому я сейчас буду включать работу, вы мне говорите, ваше это или нет. Моя. Вот, как раз. Качество. Да, не очень. Качество, если можно, да, свет немножко потушим. Еще просьба, расскажите, где ваши работы на этой. В том зале, в фирман-зале, они так по стеночкам, по вертикальным, потому что они маленького формата, они обычно, да. А, они большие. Пейзажи. Пейзажи, да. И вот почему-то вот как-то я люблю небольшой формат. Ну, я, в принципе, вас понимаю, что, особенно если думать об интерьере, то редко это большие помещения, и, конечно, когда... Да, интимного характера такого, то есть, как бы, вот куда-то поехала на природу, или сфотографировали сразу маленькие люди, и потом думала. У меня всегда несколько небольших холстов. Масло. Так, тоже, да, Ваша? Так, это. Ну, замеч. Такой же вопрос. Вот если бы у вас была возможность выбрать любую работу, выбрали бы другую, или все-таки нравится преподавание? Ну, знаете, я много раз думала об этом, потому что, ну, в общем-то, работа, можно сказать, и сложная, а бывает очень даже сложно, особенно новые классы, новые дети. Но потом я не вижу больше себя нигде. Вот нигде. И оно, кем, по-моему, могло быть, кроме как преподавателем еще и изобразительного искусства. Я, ну, это мое личное мнение, но я думаю, что многие с этим могут согласиться, что для любого преподавателя в любом действии присутствует взаимодействие. Поэтому не только преподаватели учат своих детей, но и дети учат преподавателей, чему-то. Наверное, я даже хотела сказать, что тоже вот семья, дети, да? И вот как-то, ну, иногда нет возможности работать творчески. А вот они, дети, именно вот они, а почему? А вы что вы рисуете? А почему? А покажите. Как бы, в общем-то, направляют, да, направляют. Что у вас новенького, чего вы там написали еще нового? То есть, конечно. А как часто занятия у вас проходят в школе? Каждый день. Каждый день, да. Тоже, какой возраст? Возраст разный. Ну, сейчас у меня средний возраст, это 10, нет, хотя есть старший класс, 10-12, есть старший выпускной класс, 16, даже 17 лет, завершенные дети, да. Друзья уже личности, такие творческие, каждый себя считает уже художником. Удивительно. Это работы других авторов школы Левченко, мы посмотрим их позже, то есть здесь представлены всего три работки ваши. Сейчас пишите что-то. Да, да, пишу. Очень медленно, но пишу. Тоже, это пейзажи, натюрморты, то есть такая вот легкая живописитюдного характера. Как-то вот так. Не знаю, я люблю безумно природу, хочется от этого ритма жизни. То есть в основном пишу летом, пишу зимой. Когда зимние, каникулы. Спасибо большое за информацию. Есть ли вопросы нашей художницы? Если появятся, задавайте, а я предлагаю перейти к нашему следующему автору, Харитон Думбург. С Харитоном мы сотрудничали. У нас была практически персоналка, мы делали выставку под названием «Слобожанская миотида». Если я не ошибаюсь, в прошлом году это была выставка на трех авторов Думбура Харитона, Думбура Елены и Петрова Александра. Если будет интересно, можете посмотреть работы у нас на сайте виртуальной галереи Харьковского областного центра культуры и искусства в разделе фото-видео. Также точно есть запись творческой встречи с Харитоном Александром и Еленой, также в Ютьюбе Харьковский областной центра культуры и искусства. А сейчас я хочу с вами поговорить с преподавателем. Если позволите, для начала тоже расскажите немножко о своем... сколько лет вы уже преподаете, что вы преподаете, какие... что для вас самое сложное и самое важное в унинах преподавания? Ну, преподаю я уже 15 лет. Вот. Преподаю рисунок, живописи, композицию. Второй год. До этого я преподавал дизайн, репинки. А сейчас преподаю спецдисциплину. Ну, самое трудное, это, конечно, композиция. И вот как-то мне, ну, не знаю, или повезло, или не повезло. Вот. У меня сейчас выпускники. И, честно говоря, мне очень трудно. Сложно. И я стараюсь, конечно, ну, показывать свои работы, показывать свою тассе, говорится, то, что уже наработано. И рассказываю, как это достается, не легко достается, что нужно наблюдать, что нужно делать какие-то нагрузки. Ну, в основном, как у всякого художника, наверное, наблюдение, это, что нам остается педагогом, это наблюдать. В основном. Вот. И так сложилось, что, ну, как раз у нас с этим, я только так и работаю. То есть, в основном по наблюдению. И по памяти уже вечером, когда уже все домашние, как говорится, отдыхают, спят, вот садишься в уголочек, вспоминаешь, что было за день, по принципу, как советовал замечательный художник, Лея, рисуй то, что ты пережил, как говорится. Ну, плюс мое окно. Это палочка-выручалочка. Что бы ты ни делал, заглянул в окно, ага, снег пошел, дождь пошел. Там где-то воробьи между собой ведут беседу. То есть, собственно, никуда далеко и не надо ходить. По принципу замечательного тоже художника Крыма, что все перед тобой. Главное уметь смотреть. И вот этому я стараюсь учить детей. То есть, учить видеть. Ведь академическая школа – это хорошо. Но родственных художников, если он не умеет видеть, то никакая натура, с натуры, с натуры этого не возьмешь. Это нужно увидеть сердцем как-то, понимаете. В этом как раз и сложность вся. Быть художником – это даже не преподавать. Здесь что-то другое. И если удалось кому-то это сообщить, я, конечно, счастлив. Благодарю. Я предлагаю посмотреть работы, которые были представлены на выставке, которая у нас проходила в прошлом году. Это были натурные работы как раз. Да. Этюды. Это берегозглоскармония. Это маленькие этюды. Это 13 на 10. Это студенческая моя работа еще. Это третий курс училищ. Белье. Это тоже где-то на 10.15 идем в Любатине церковь. Ну, где-то по Харькову. Коврушки. Тоже небольшой тюрьм. Рыбки. Камни. Я живу рядом на церкви. Живописные работы были представлены на выставке и, в общем-то, я так уже говорила, их можно будет подробнее. А это уже не ваше? А, это ваше еще? Это портрет не мой. А, ваша работа, да. Нет, портрет не мой как раз, это моя супруга. А, это, ну да, я же говорю, это Елена Тулбур уже. Это моя. Да, это ваше. Ну, то есть... Качество, конечно, не очень. Фотографии... Качество фотографии? Ну, мы их брали, из интернета. Вот они как раз цвет, вот тонкость цвета, к сожалению. Поэтому нужно делать выставки, чтобы увидеть работу вживую, потому что ни одна фотография, даже самая качественная, к сожалению, не может передать. Если не цвет работы, то энергетику точно не может передать. А любая работа, на мой взгляд, однозначно этой энергетикой владеет. Поэтому, уважаемые зрители, посещайте выставки. Можете, приходите. Что ж, уважаемые гости, я сейчас предлагаю еще потратить время посмотреть работы других авторов, которые не представлены на выставке, но посмотреть их заочно, к сожалению, не смогли нас все авторы посидеть. Поэтому вот сейчас мы посмотрим Будянскую школу народного искусства. Точно так же мы с ними сотрудничали, была их персональная выставка, ну, не персональная, а выставка школы авторов, художников. Ну, сейчас пробежимся. Будянская школа славится тем, что в Буддах некогда существовал завод фаянсовый, но, к сожалению, его закрыли. И сейчас традиции этого завода, росписи, эта школа сохраняет. У них даже печь появилась, поэтому есть Петраковская роспись, а это в Будянской школе. Они занимаются росписью, вылетела из головы, прошу прощения, как она называется, вспомню, скажу. Ну, давайте посмотрим. Синему по белому, под глазурь. Нет, нет, ну, вспомню, скажу, прошу прощения. Это были и детские работы их, а это... Это тоже детские. У нас есть проект, мы каждый год раньше делали сборную выставку, как и сейчас, выставка преподавателей. Сейчас, к Рождеству, мы делаем выставку непосредственно школы работы преподавателей и учеников. Вот это была, собственно, такая выставка. Это и тут детские работы. Взрослые. Так это посуда росписи? Да, да, но не только, то есть были и работы представлены, и просто эскизные. Но, опять же, да, для росписи, в основном, посуды. Я постараюсь все-таки вспомнить сейчас, как называется, это... У нас все... Бывает же, вылетело слово из головы. Это, ну, командирная школа, вылетело, или в какой-то... Это, ну, областное подчинение, народ... детская школа народного искусства. Именно в Будов, да. 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 Ну, в общем, Будянский роспись. Будем так называть. К сожалению. А вы что-то сохранили, какие из них сурки, 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 сурки? Кое-что, они, да, мы экспонировали это на выставке. Кое-что, то, что осталось с завода, сохранилось. Но очень мало, к сожалению. Музей. Да, есть музей у них непосредственно этого завода, фаянсов, но работ, которые остались. Но главное, что они сохранили традиции, и они учат детей традициям Будянского росписи. Так, вернемся к Левченко. Уже Наталье посмотрели работы. Это вот работа «Белоуз», «Батик» Татьяны. Это тоже. Это представлено на выставке «Гобеленчик». «Пахомова», тоже «Белоуз», «Графика Пахомовой», тоже «Пахомова». «Сердюк», «Сердюк», «Сердюк». Первомайская школа. Точно так же была у нас их выставка. Тоже можно будет посмотреть работы в виртуальной галерее. Они занимаются разными видами, декоративными, живописью, графикой. Здесь тоже детские работы. И взрослые, это детская. Давайте мы перейдем сразу. Это гейка, преподаватель. Это преподавательская работа, тоже преподавательская. Мне тоже очень много времени и сил уделяет не только художественному образованию, но и внутреннему. Об этом мы тоже много говорили. Это Калиниченко, это их бывший директор. Он основал, собственно, это художественное отделение, Первомайскую школу, которая потом стала. Сейчас он является преподавателем, но продолжает. Некоторые работы представлены здесь. Это детские. Так, предлагаю перейти к Чугуевской школе непомнящей. Владимир Иванович. Вот и представленная его работа. Вот зима, пастель. Много хороших работ. Владимир Иванович является директором школы, а также членом союза художников. И, в общем, имеет много званий. Так, непомнящая. Ольга Владимировна. Тоже пейзажик. Лещенка. Такие вот цветы чудесные. Корнейка. Кочарук. Валяние. Кто? Валяние, валяние. Это картина из шерсти. Ольга Владимировна. Ольга Владимировна. Очень большой диапазон действия. Он не только живописью занимается. Он огромным количеством различных видов декоративно-прикладного искусства занимается. Диапазон у него огромный. И репинка. Мы посмотрели тумбурови. Давайте Масему Тамару Степановну посмотрим. У Тамары Михайловны тоже замечательные акварели. Вот представлена акварель. Цветы. И, собственно, здесь. Но, к сожалению, маленькие фотографии. Хотя бы визуально ознакомимся. Лизниченко. Батики. Безрук Ирина Александровна. В принципе, Безрук Ирина Александровна графика представлена. Чернуха Юлия Федоровна. Есть немножко больше работ. Масема. 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 Тамара Степановна. Тоже посмотрим немножко больше. Вот акварельки, о которых я говорила. Не только акварельки. Не только акварельки. Тупицын Виктор Федорович. И Тупицын Виктор Федорович. Потому что он, конечно, является учителем огромной плеяды художников наших. И вот его работа. Она такая чудесная. Бабушка. Бабушка представлена. Большое количество. Уважаемые авторы, уважаемые посетители. Я предлагаю сейчас, если у вас есть желание, время продолжить смотреть работы Виктора Федоровича, а также у нас остались еще работы Римского Корсакова. Сейчас мой помощник Александр продолжит. Я вас всех благодарю за участие. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. И когда я стану это повторять, я считаю, что ваш труд неоценим. И он дает гораздо больше, чем кто-либо может увидеть. Потому что метафизику мы не видим, а она есть, как говорится. Поэтому еще раз огромный вам поклон за вашу работу. Действительно, искренне хочу вам пожелать времени для того, чтобы у вас была возможность, возможности и желания творить. Мне кажется, что при наличии этих трех составляющих что-то должно получиться. Я вас благодарю. Желаю удачи. Приглашаю Александра продолжить. Видим, что очень большой диапазон техник, направлений. Очень хорошая школа. Трафическая, акварельная. Действительно, работы стали украшением нашей выставки. И, думаю, хорошим материалом для освоения учениками искусства изобразительного в разных его проявлениях. Так, вот еще тут есть работа. Более новая, более поздняя, новая. Александра, чьей это работа? Это Тупицына. И последняя школа преподавателей, которые были представлены на нашей выставке. Это школа имени Римского-Горсакова. Музыкальная, но при которой есть художественное отделение, где также основательно обучают детей основам изобразительного искусства. Здесь представлены работы Елены Дьяченко, преподавательницы. И мы можем увидеть, что она интересуется славянской мифологией, сказками. Вот такие вот мотивы, где какие-то образы сочетаются с пейзажем. Такие вот многоплановые. И также ориенталистские мотивы, увлечение Японией. В частности, натюрморты, египетская мифология, астеки. Как мы можем видеть на выставке и в работах, которые сейчас были показаны, очень большое разнообразие творческой мысли. Большое количество различных направлений, техник, стилей, с которыми работают преподаватели, обучают детей. И мне кажется, что это имеет очень большие перспективы. В особенности, когда дети видят работы преподавателей. И мне кажется, это самое лучшее обучение для детей, когда они видят своих преподавателей не только преподавателей, но и непосредственно художников. И тем самым вдохновляются на свое будущее свершение. И... 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 Также хотелось бы показать работы преподавателей лицея искусств Калашникова Елена. Тоже Мы можем видеть большую фантазию художницы, Такие космические миры. Которая Может вмещать в себя личность человека. Также большой спектр от каких-то индивидуальных техник до академических, натюрморты, пейзажи, портреты. Такие замечательные. Так это Харьковская школа, это лице искусств. Он находится в бывшей Ачубаре. Можем видеть, как хорошо прописана вода. И в целом такая легкая атмосфера, которую удалось передать на работе. И тоже очень такая интересная техника, это люкасы, доски, которые, как правило, используются для создания икон. И здесь можем видеть такую интересную технику, где сочетается живопись, керамика. Тоже добавление каких-то металлических деталей, инкрустация. И в разных таких проявлениях. Медуза горлона. Большое внимание уделяется самому материалу. И материал, управляющий, тоже становится проявлением самой картины. Тоже интересное такое сочетание натюрморта и пейзажа. И большое количество разнообразных фактур. В школах? Ну, в частности, в Будянской, знаю, что точно есть. По школам? Ну, думаю, да, есть какие-то такие уголки, где лучшие работы, какие-то представлены преподаватели. Думаю, учеников тоже, которые в различных конкурсах участвуют. То есть, думаю, что знают своих лучших представителей. И не только у себя, но, как мы можем видеть, и на выставках демонстрируют. Ну, знаю, что некоторые даже за границу ездят с детьми. Ну, то есть, работа постоянно какая-то делается в этом направлении. И хотел бы поблагодарить за внимание. Еще раз спасибо сказать преподавателям, которые, так сказать, представили свои работы к нам на выставку. И действительно, мне кажется, что не оставила равнодушным выставка. И вот какое-то впечатление, наполнение для людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!